я в анантапуре так сейчас снимала видео о развесной посуде меня спросили вот вся ли посуда в индии развесная нет она конечно вся не развесная вот пришла к нам супер сай базар показать вот такая вот ланчбокс сифин они называют вот 219 побольше вот 105 так тарелочки у них разный разный дизайн 144 тарелочка называется талия талия у них называется еда когда рис и несколько разных подливок вот так вот кладется и также талия это переводится как тарелка 140 на самом деле на развес конечно дешевле я уже взяла себе сегодня меня кто-то покусал я думаю муравьишки забрались сейчас пойду их травить вот симпатичная тарелка 72 что тут еще ой такая тяжеленная вот она должна наверное дорого стоить уж очень тяжелая так это что 96 применение я не знаю зачем это нужно не пойму так здесь все немного подороже так 33 это крышечка наверное подороже чем в ашрамном магазине вашем нам у нас шопинг-центре 98 так а вот что у меня саши любит вот он такие графинчики кувшинчики любит вот тогда мы покупали вот этот 192 но он не такой красивый не такой тяжелый как мы брали 200 по моему совсем простого дизайна много маленьких-маленьких это вот в талии кладешь что-нибудь добавляешь в эту тарелку талии допустим сюда можно рай то или йогурт положить или сладость какую-то вот таких дома у меня тоже много разных размеров раньше думала что буду как порядочная индийская жена подавать талии так как надо так симпатичная вот это очень симпатичного вида не знаю что себе выбрать так взбивать что-то двести восемьдесят шесть наверное йогурт а вот медные 1253 вот такая ступка дорогая легкие вилки дешевые 9 рублей а это вот по моему как у нас для специи наверное сейчас глянусь с мордочкой нет это не для специй 269 по дорогу наверное что-то с собой нужно брать можно ну вот такие приблизительно у них цены вот такой чай такой вот кастрюльку ли как ковшичек на днях саши прикупил опять не уследила хоп и в доме поселился очередной ковшик 229 он по моему подешевле купил на улице вот такие у них кастрюльки может мне кастрюльку купить 148 или 146 да наверно мне кастрюлька нужно но дождусь мужа пускай он выбирает а вот похоже что и для вот в этой делают 325 да вот это похоже на и длицу но я и для не буду сама пока делать потому что ваш раме такие вкусные всего за 12 рупий так сколько 85 да и вот эта штука нравится ее надо а вот еще меньше как говорится гастрол гастролка и гастрол чик вот это гастрол чик кастрюля кастрюлька и кастрюльчика маленькая вот прям что-то опять хочется я поняла у нас эпидемия пандемия шапоголизма саши меня заразил и уехал и осталась я без тормозов 1 буду вырабатывать силу воли без него и вот такие тарелочки а это пластик вот это пластик 69 по моему выглядит они хорошо симпатично но когда горячего часто кладешь они начинают в середине как топорщица уже но чуть-чуть неровно у них а вот это вот кера нет не керамика симпатичные кстати как стекло как у нас такие продаются вот у них есть наборы 2871 на много разных тарелочек на 32 предмета на 27 предметов ну и по разной цене конечно графинчик вот то что он мечтал о графинчиках 750 такой графинчик я себе хотела чашечку но вот не такую а чтобы такая была кругленькая чтобы кофе когда пьешь гадаешь у меня я подружки отсылаю свои кофепите иногда она мне гадает вот наподобие такой но чтобы было побольше потому что фотографировать неудобно а я и в ответ на картах нет ничего не впечатлила 84 вот это такая увесистая стеклянная хорошая и сюда жучки не заберутся у нас ведь беда жучки мне очень нужна стеклянная последний килограмм гречки открыла и боюсь сейчас в открытый килограмм сразу набегут жуки надо как-то спасать почему-то в пластиковую в пластиковые банки забираются только стеклянные не лезут как они умудряются здесь даже нет тех трехлитровых стеклянных банок которые у нас дома везде на каждом шагу это вот наш третий этаж такой канцелярские товары я купила себе доску вот такую вот теперь она у нас стоит на кухне мы пишем что нам надо купить удобно никогда не пользовалась купила досочку купила мелки будем пользоваться скотч и обзор третьего этажа вот такие есть даже веселенькие скотчи ничего пока не надо что ж пойду я как сирота с одним киллером здесь тоже какие-то досочки почему кто-то из комс 250 вот такая вот игрушка 368 розовый слоник 212 мишка с сердечком вот у них есть симпатичные цветочки можно поискать живые цветы мы со своими длинными отъездами губим поэтому если надо будет украшать то наверно буду украшать какими-то искусственными вот еще новогоднее эхо ну все пошла расплачиваться здесь лифт есть там сари там мужская одежда есть очень симпатичные сари здесь уже дорогие не 100 рублевые здесь даже можно так за несколько тысяч купить натурального шелка а и и и и и и и и Не большой, маленький саппинг, не большой, маленький, 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 ты имеешь в виду кэррибэк? Полкилограмма белой муки, они ее называют меда, и полкилограмма сахара, покупаю. Экс, окей, давай. Ага, 6 яиц, 6 яиц еще. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Здесь можно покупать не десятками, можно одно яйцо купить, два, три, сколько нравится. У нас холодильник маленький, я покупаю немного. Есть вон шампунки. Что тут еще есть маленькое? Чили. 5 рупий. Это для меня слишком. Давай. Ну, в общем, сдачу я получила 30 рупий. 70. Правильно? Контролирует. А, сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Thank you, thank you. Не громыхнуться тут. Не громыхнуться тут. А вот на этой... Это они прямо рядом с нами торгуют. Вон мои окна. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Как бы пятый этаж считается. Нажимаешь на шестой, потому что с граунда они считают. И вот на этой крыше по вечерам они поют баджины. А сегодня не пришли. Ну и что, обезьянки ночевать? Они вчера только расположились, потемнело. И когда совсем стемнело, начался дождь. Как они, бедные, плакали. Им уже страшно в темноте было спускаться. А дождь всю ночь. И всю ночь они плакали. Так я первый раз проснулась в девять вечера. Потому что долго до ночи я им сочувствовала. Ну не так, что прям совсем верещали. Но так поскуливали иногда. Видимо, старшие и младших прикрывали. А младшие, может быть, первый дождик свой увидали.